уважаемые раки всем доброго времени суток вы на канале о котором и с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию очередной прогноз на неделю с 8 по 14 июля включительно что вас ждет в этом периоде информация общего характера поэтому расклад подойдет как женщинам так и мужчинам я вас всех приглашаю к своему столу события этого периода мы будем просматривать в общем все что касается дома семьи ваших взаимоотношений работы и карьеры финансов доходов и расходов рассмотрим ваше финансовое поле в общем подведем итоги всей этой неделе посмотрим что в скрытых факторах сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания карта которая достану последний после основной выкладки и ответит на загаданный вами вопрос также в складе будет карта дополнительного совета или карта форс-мажора напоминаю что все те кто знает свой асцендент расклад вы можете просматривать как по асценденту так и по своему основному знаку зодиака и то и другое верно таким образом у вас будет больше информации для сравнения для анализа и оба знака могут резонировать и так ваша первая карта уважаемые раки все карты вашего расклада перед вами и я начинаю его прочтение расклад получился интересный в него выпало целых 6 старших арканов три из них в нижней линейке вашей судьбы то есть в основе вашей жизни эта карта колесницы эта карта звезды эта карта отшельника в центре в малом и в большом кресте вашей судьбы я также вижу дьявола и верховную жрицу и открывает ваш расклад карта мага карты не простые и неоднозначные во первых они говорят о том что эта неделя не является для вас проходящей а наоборот все те события которые развиваются в этом периоде могут быть событиями большой важности для вас потому что могут влиять и на ваше будущее и на будущее ваших близких также на ваше настоящее расклад начинается с карты мага и эта карта напрямую может говорить о магии почему я начинаю с магии потому что для вас выпали две также старшие карты дьявола и верховной жрицы которые обе говорят о наличии магии значит либо меня смотрят люди которые обладают определенными способностями при том эти способности могут быть как у мужчин раков так и у женщин раков но если вы сами магии не занимайтесь возможно вас интересует магия в целом управление человеческим сознанием гипноз подсознание психология даже если вы и этим не интересуетесь вы в любом случае являетесь очень хорошими психологами и при этом еще и практичными людьми но три магические карты однозначно говорят о том что вашей жизни магия присутствует если не ваша то чужая значит в вашем ближайшем окружении есть люди которые могут этим владеть и возможно к таким людям вы обращаетесь за помощью за коррекция судьбы потому что карта начинается с мага а это говорит о том что хочу управлять своей судьбой хочу управлять ситуациями людьми хочу владеть будущим и по этой карте показан ваш характер ваши амбиции ваши амбиции двигают вас вперед вы не согласны стоять на месте вы не согласны пасти задних вам нужно идти исключительно вперед эта карта говорит о том что вы очень умны прагматичны и практичны одновременно в этой карте многие из вас способны чему-то учиться вы способны чем-то экспериментировать вы способны совмещать сразу несколько интересных проектов и эта карта показывает вам возможности если вы чему-то учитесь вы очень способные люди и вы многое быстро хватаете на лету многие из вас могут обладать даром красноречия и даром внушения то есть вы способны другим людям внушать свои мысли и свои желания и подчинять других своей воле возможно этими качествами вы научились пользоваться и ими пользуетесь для себя во благо но эта карта говорит также и о том что в вашем окружении также есть люди которые могут пытаться что-то решить за счет вас даже если вы кому-то позволяете это делать значит вам это выгодно или это взаимо выгодно потому что по этой карте вы ничего не будете делать просто так если говорить о магии если меня смотрят люди практики это профессиональная магия здесь я не вижу дилетантство при том могут использоваться как белые так и темные практики есть магии которые называются двурукими которые могут и одно и другое поэтому если говорить лично о ваших способностях те у кого они есть вы их можете развивать но ваша власть в какой-то мере вас может и ослеплять и вы можете делать определенные ошибки потому что карта дьявола может говорить о больших искушениях и о обратной стороне медали у любой медали есть две стороны поэтому прежде чем приступить каким-то магическим манипуляциям стоит хорошенько подумать о всех за и против то что касается денежных финансовых моментов здесь я за вас спокойно для вас на входящие события выплат девятка монет эта карта хороших денег эта карта достатка даже если меня смотрят те раки которые не работают вообще либо у вас есть дополнительный источник дохода либо кому-то из вас кто-то помогает но деньги к вам поступают даже если у вас и есть некоторая финансовая напряженка если вы у кого-то попросите грамотно по дьяволу вам не откажут но не забывайте о том что деньги придется отдавать конечно неделя начинается очень хорошо потому что две первые карты энергичные и они говорят о том что в начало этого периода вы входите с прекрасным настроением запас энергии великолепный энергия прямо льется из вас через край поэтому вам хочется что-то делать вам хочется творить вам хочется что-то создавать и возможно из вас кто-то действительно начнет начало нового проекта или вы начнете например развивать какую-то свою новую интересную идею хотя помогу вас может быть такая идея не одна может быть вы попытаетесь воплотить несколько интересных идей и у вас это будет получаться если у вас на этот период заранее что-то спланировано начинайте решать все свои самые важные задачи уже с понедельника и понедельник и вторник и в общем-то среда предвещают ли вас быть успешными и плодотворными во многих вопросах но возможно где-то на кого-то нужно будет немножечко повлиять психологически для того чтобы что-то ускорить или что-то решить с максимальным благом для себя если говорить о женщинах то я вижу вашем характере и мужские нотки и вы многим мужчинам ни в чем не уступаете но на вашу жизнь так или иначе может влиять мужчина от которого в какой-то степени вы или зависите либо вы с этим мужчиной очень тесно взаимосвязаны у кого-то это может быть личные отношения у кого-то финансовые но такая ситуация присутствует по девятке монет я вижу что вы сможете себе позволить и какие-то блага и какие-то покупки и приобретения и у кого-то из вас даже будет желание рисковать своими деньгами то есть у вас появляется азарт возможно деньги во что-то инвестировать а помогу мы видим что хочется развития и вам хочется может быть вкладывать свои деньги в новые проекты интересные для вас но я бы вам все таки не советовала слишком спешить и торопиться так как на внешний мир выпала верховная жрица которая может говорить о том что вы можете слишком рисковать потому что чего-то можете не видеть помогу по дьяволу вы также можете обманываться или вас кто-то может сознательно вводить в заблуждение например чтобы воспользоваться либо вашими деньгами либо вашими какими-то благами поэтому во всех финансовых вопросах крайняя осмотрительность и осторожность не рискуйте бестолково помогу и по дьяволу это желание быстрых и легких денег возможно у кого-то есть неофициальный дополнительный источник дохода может быть основная работа является неофициальной она вам может приносить неплохие деньги но при этом у вас нет нестабильного графика никаких-то гарантий будущего но вы считаете что вы свое будущее творите сами и вы его действительно творите верховная жрица может говорить о нестабильности во внешнем мире и в политическом плане и в экономическом или финансовом плане поэтому если говорить о любых крупных сделках инвестициях купли или продажи крупных объектов пока лучше не рискуйте пока лучше воздержаться даже если вам кто-то будет предлагать или вам самому очень захочется что-то провернуть воздержитесь четверка мечей которая в параллели с дьяволом может говорить о возможных потерях и опять-таки рисках люди которые действительно делают какие-то ставки занимаются крепкой валютой и любыми другими подобными манипуляциями по дьяволу вы можете как заработать также и лихо потерять поэтому карты вас всего лишь навсего предупреждают но то что вы не будете без денег в этом периоде это однозначно деньги у вас есть главное свои деньги не спустить и не выпустить из рук вот в чем важность также в большом кресте вашей судьбы я вижу девятку чаш которая говорит о том что в какой-то момент захочется отдыха легкости вы не всегда себе этот отдых можете позволить но в центре расклада я также вижу карту хорошую положительную это рыцарь чаш который тоже может говорить о желании отдохнуть расслабиться с кем-то увидится пообщаться в непроизвольной обстановке при желании такой отдых на небольшое время вы себе можете организовать также карта рыцаря час центре может говорить о том что к вам идут какие-то хорошие новости от мужчины возможно это родственник друг для кого-то возлюбленный для многих тут также важна и тема личных отношений потому что это не просто рыцарь этом рыцарь любви возможности меня смотрят женщины которые в браке в отношениях на вас может обращать внимание кто-то еще или мужчины которые находятся в отношениях на вас могут обращать внимание другие женщины и по дьяволу тут могут быть любого рода искушения у кого-то могут образовываться тайные союзы потому что вам верховная жрица может говорить о неких тайнах вашей жизни или о том что не все или не обо всем может знать ваш партнер или вы чего-то можете не знать о своем партнере потому что от вас сознательно какая-то информация может утаиваться если говорить о долгах и кредитах те у кого есть собственные долги я вижу что вы попытаетесь как-то прокрутиться как говорят в народе для того чтобы решить эту проблему на время вам это удается как бы что-то сделать это к чтобы перекрыть тот долг который есть возможно вы один долг перекрываете другим долгом но вам из этого состояния все равно нужно выходить так не может продолжаться долго это иллюзия и впоследствии те кому вы должны могут оказывать на вас давление неважно кто это госструктуры частные лица если у вас есть собственные должники скорее всего те люди которые вам должны уже давно могли отдать но просто этого не делали и не делают и по всей видимости не собираются они могут вам рассказывать все что угодно о проблемах еще о чем-то но вы не должны слушать это всего лишь навсего манипуляция поэтому в этом периоде также старайтесь сами не брать в долг и никому не одалживать потому что те деньги которые вы дадите в этом периоде вы просто-напросто с ними распрощаетесь то что касается работы карьеры для тех кто при работе я вижу что многие из вас способны зарабатывать и как я уже говорила достаточно хорошие деньги и при основной работе у вас может быть еще и подработка или какое-то параллельное занятие но все-таки возьмем еще одну карту для пояснений тройка монет карта стабильная карта хорошая она говорит о том что вы еще чему-то можете учиться в чем-то можете развиваться вы можете получать дипломы дополнительные при желании вы можете поднимать уровень своего профессионализма и мастерства если вы сейчас чему-то учитесь у вас есть все шансы поднять планку в работе и тут возможен подъем по карьере если для вас это важно но вы можете и лучше зарабатывать и занимать лучшие позиции карта показывает деловое сотрудничество предложение работа по этой карте вам обеспечена то что касается делового партнерства возможно вам не совсем и удобно иметь дело но приходится будучи со многими людьми достаточно открытыми я вижу что вы все равно должны держать некую субординацию близко в свою душу свое пространство никого не впускаете потому что эти две карты настораживают они говорят о том что есть и зависть и злоба рядышком с вами вы кому-то можете очень сильно рвать глаза и казаться очень успешными людьми по дьяволу поэтому зависти тут не избежать даже если вы не работаете для тех кто не работает но вы в активном рабочем поиске для вас выпала пятерка жезлов карта показывает огромную конкуренцию и то что есть сложности с трудоустройством либо если есть определенное место на которое вы хотели бы попасть возможно вам кто-то создает некоторые препятствия и карта может говорить о любого рода борьбе когда вам нужно побороться за что-то для того чтобы что-то свое получить но по этим картам я вижу что найти работу вы все-таки можете опять-таки могут предлагать и что-то неофициально большая вероятность смотрим что еще нужно знать для вас соберу дополнительную карта влюбленных предполагает выбор вариантов а значит варианты будут и не один есть еще человек который вам будет помогать с работой или с которым вы будете что-то обсуждать по своему трудоустройству человеку вас заинтересованы и готовы помочь для тех кто на пенсии или вы по другим причинам дома для вас выпала карта семерки монет это то что я говорила многие из вас работают даже будучи на пенсии это не бог весть какие деньги но они стабильные может быть приходят не сразу или задержками но они у вас будут и ваши труды не пропадут напрасно то есть вы что-то делаете не зря эта карта может еще говорить о том что в планах все-таки есть что-то поменять улучшить на будущее может быть вы думаете еще о какой-то работе или вам хотелось бы эту работу сменить на другую и поменять что-то в своей жизни в целом вы очень трудолюбивы очень трудоспособны и это дает свой финансовый результат перейдем вашу личную жизнь начале тех кто в паре для тех кто в паре выпала девятка чаш и четверка мечей то что касается лично вас я вижу что вы делаете все для того чтобы семья сохранялась чтобы был какой-то комфорт чтобы было хорошо но ваша вторая половина сейчас находится в таком довольно печальном состоянии возможно болеет возможно у вашего партнера что-то в целом не ладится может быть это просто психологически достаточно сложное состояние подавленность когда вашему партнеру нужна поддержка психологическая и вы должны постараться свою вторую половину поддержать это в ваших силах и это только ваши отношения улучшить если говорить о том кто управляет этими отношениями в большей степени этими отношениями управляет силы ваш партнер по крайней мере в этом периоде к этому особо и не стремится вам двоим не хватает чувственности эмоциональности каких-то душевных разговоров вам не хватает праздника жизни и по рыцарю чаш вам стоит подумать может быть о совместном отдыхе потому что по факту карты показывают вроде бы как пару вроде бы как семью и в то же время внутреннее одиночество которое вы можете испытывать вы одиночитесь и ваш партнер может одиночиться но ваша семья при этом не распадается даже если вас кто-то пытая пытался рассорить развести вмешиваться в вашу личную жизнь издалека а такая женщина есть то что касается наших свободных раков для вас выпала шестерка жезлов карта старшего аркана колесницы и карта старшего аркана звезды три прекрасные карты они говорят о том что у наших свободных все замечательно многие из тех планов которые вы из для себя поставить в этом периоде вы сможете сделать задуманное получается многое свершается как говорится на ловца и зверь бежит по шестерке жезлов это могут быть любые радостные известия любые как письменные таки устные извещения это может быть какая-то посылка это может быть важная встреча важный разговор или важная дорога потому что две подряд карты дорожные они говорят о том что если вы запланировали на ближайшее время поездку дорога состоится дорога будет успешной и принесет вам нужный и должный для вас результат вы будете очень довольны скорее всего не один или не одна куда-то будете направляться карты показывают прорыв и в профессиональной сфере и в творческой сфере может быть именно в этом периоде вас посещают какие-то мысли новые того как вы могли бы что-то улучшить ваши мысли ваши идеи могут быть интересны тем людям которые в вашем окружении это говорит о том что у вас есть единомышленники есть хорошая группа поддержки вы очень много можете в своей жизни организовать сделать еще другим по этим картам вы способны помогать вы можете быть людьми которые на сегодняшний день уже чего-то добились у вас есть какой-то статус даже если нет высокого статуса в обществе тут присутствует уважение тут очень много связей контактов и эти связи и контакты работают на вас потому что вам всегда кто-то готов помочь планов очень много многое может решаться и посредством интернета может быть кто-то работает дистанционно карты показывают и огромные амбиции и огромные возможности в любой сфере абсолютно в любой я вижу что порой несмотря на то что вашей жизни все достаточно неплохо вы можете впадать все же в некоторое уныние об этом говорит четверка мечей и карта дьявола старайтесь в себе вот эти состояния психологические контролировать выходите из них не поддавайтесь никакой панике никаким страхом никаким слабостям иногда вы будете бороть себе свою собственную лень именно в этом периоде хотя вы как я уже говорила очень трудоспособны будут моменты когда не захочется делать ничего но что-то можно сделать за счет других ну хотя бы так главное чтобы ваши дела не стояли на месте но теперь посмотрим что в скрытых факторах скрытый фактор для вас выпла тройка жезлов семерка чаш и карта девятки мечей тройка жезлов также говорит о том что и на последующую неделю будет очень много планов общения но две вот эти карты рядышком говорят о том что вы должны не переоценить свои возможности потому что если вы на себя возьмете слишком много чем можете потянуть просто в чем-то придется делать паузу остановку потому что вам нужно будет или отдых или восстановление не перегружайте себя чем-либо и перестаньте убиваться из-за прошлого не накручивайте себя в чем-то то есть есть траки которые подвержены вот таким состоянием тем более что сверху тут и верховная жрица и дьявол но это может быть такое магическое воздействие на вашу психику или так может действовать элементарный сглаз как пробои когда вы себя плохо чувствуете поэтому многим из вас я бы все-таки посоветовала укрепить свою защиту сделать обряды какие-то определенные работы для того чтобы усилить собственную безопасность от чужих вторжений на завершение этого периода выпла карта отшельника и даже этот аркан говорит о том что вам понадобится отдых перезагрузка выходные дни не планируйте для себя ничего объемного ничего тяжелого просто отдохните если у вас не будет желания ни с кем видеться ни с кем общаться не общайтесь побудьте в одиночестве отоспитесь отлежитесь подтяните свое здоровье подтяните свои эмоции а по здоровью тут есть на что обратить внимание давайте посмотрим на карту дополнительного совета или форс-мажора здесь мы видим четверку жезлов эта карта праздника радости и так как у многих раков в июле месяце дни рождения возможно кто-то уже готовится к своему собственному празднику или неожиданно для вас вас кто-то будет поздравлять на то что вы будете что-то отмечать это однозначно не обязательно свой собственный день рождения это может быть любой праздник это может быть отдых вами абсолютно заслуженные и позитивные эмоции люди рядышком которые вас любят ответ на ваш вопрос ответ да для вас выплат десятка монет одна из лучших материальных карт она говорит о том что желаемое вы можете получить и желаемым вы сможете воспользоваться еще с кем-то поделиться своей радостью вы сможете или кто-то порадуется за вас из вашего ближайшего окружения но получая желаемое вы радуясь все равно думаете либо о будущем либо пытаетесь снова заглянуть далеко вперед и у вас возникают какие-то новые вопросы на которых вы не находите ответов в вашем окружении есть человек который является либо хорошим психологом либо хорошим практикам магом пообщавшись с которым вам станет гораздо легче такой человек вам может дать нужный совет на то что касается наших свободных раков и если говорить о ваших личных отношениях то ваша личная жизнь исключительно в ваших руках тут есть внимание противоположного пола и встречи и развития определенных отношений и выбор в возможном партнерстве поэтому никакого одиночества по этим картам я не вижу ваша личная жизнь ваших руках как мужчин так и женщин но если даже при таком большом внимание у вас все равно ничего не получается стоит задуматься почему потому что в раскладе есть две магические карты даже 3 давайте также традиционно возьмем дополнительную колоду и спросим что еще вам нужно знать это оракул поэтому будьте готовы к любой информации по отшельнику это может быть даже для кого-то духовный наставник человек с которым вам захочется общение и тут тоже могут быть мудрые советы и наставления смотрим карта беременности выпала карта мужчины и карта детей ну если вы уже имеете своих взрослых детей или внуков карты могут в целом говорить о пополнении в семье или о том что такое возможно может быть у ваших детей будет пополнение может быть у кого-то из ваших родственников намечается пополнение может быть кого-то волнует тема беременности если у вас не получается что-то с зачатием эти карты показывают беременности говорят о том что она будет если говорить о женщинах которые матери у вас есть супруг отец ваших детей может быть это другой человек человек, который вам пытается чем-то помочь, пытается вас в чём-то поддержать и в отношении вас, и в отношении ваших детей. Также эти карты ещё могут говорить о том, что какие-то ваши идеи будут плодотворными, но женщине что-то реализовать будет помогать мужчина. А вот эта карта может показывать хлопоты и переживания, связанные с чем-то новым в вашей жизни. И давайте возьмём ещё одну дополнительную карту. Карта денег. Деньги у вас будут точно. Мы здесь видим золотые монеты. Заработать сможете, и те, кто не работает, без денег не останетесь. Уважаемые раки, таким для вас был расклад на этот период. Благодарю вас за просмотры. Всем отличной недели, всем позитива, всем возможностей. И я вас всех непременно жду на следующей неделе. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok